Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас очень быстренько выкатим из ангара Кромвеля Б, которого предлагают купить за 3500 и все что входит в эту цену это машина, слот в ангаре, открытое все оборудование. По большому счету максимальная цена, по моему скромному мнению, должна танцевать где-то от 2000 до 2500 как максимум, но явно не 3500 за шестерку, еще и не сильно годную. Что касается того, что в наборе есть, открытое оборудование, но ребят, лучше бы дали возможность данную оборудку открыть за серебро и оценили бы машину в 2500, так как она по максимуму и должна стоить. Если вы рассматриваете предложение с FV201, то там вы получите к Кромвелю еще Камо, но как вы видите Камо никудышний, да и Камо в принципе назвать его очень сложно, потому что машина по большому счету никак не изменяется. В ней просто появляется несколько надписей, номерной знак, звездочка на, как это правильно назвать, на верхнем листе кормы и в принципе на этом все. Ну вот и все украшением. Короче говоря, ребят, Камухлежом не назовешь, да и 600 голды, честно говоря, он стоит не должен однозначно. Дело в том, что если вы наденете чего-нибудь вот такое, вот, переливающееся, ну или даже окей, хорошо, пускай статическое, но хоть как-то изменяющее внешний вид и за это заплатите 600 голды, потому что вам так нравится и вы бы хотели, чтобы ваша машина выглядела как-то немножко иначе, чем ее обычное состояние. Тогда окей, а платить просто за надпись 600 голды, мне кажется, это перебор. Что касается самой машины, это лютый картон, просто ужасный. Что касается орудия, то по орудию здесь в принципе довольно неплохо, обратите внимание, что 160 единиц урона это столько же, сколько у ФВ-201 на его седьмом уровне у тяжа, но при этом всем перезарядка, извините, не 3,5 как у ФВшки, а 5 с копейками секунды и при этом ДПМ получается 1836. Вроде бы и комфортный, вроде бы и нормальный ДПМ и время сведения с разбросом вроде бы в пределах нормы и угол склонения орудия есть минус 13, но толку от этого угла склонения орудия нет, потому что это, как я уже сказал, картонище. Здесь абсолютно прямая планка башни, которая не имеет в себе какой-то особой брони и прошивается это все дело просто-таки на ура, как бы вы не отыгрывали от каких-то неровностей. Поэтому тот угол склонения, который вы имеете, это больше для удобства игры от неровностей, когда вы по ним перемещаетесь. Что касается всех остальных показателей, то это все необходимо смотреть в бою, ровно как и подвижность по машине. А если вас интересует честный обзор на данную тачку, то есть такой на канале, вот ссылочка на обзор, переходите, смотрите, там зацен по броне, сравнение с другими машинами. В общем, все, что необходимо знать про данный аппарат. Ну а я пока отправляюсь на нем в бой и параллельно с тем, как мы в него заходим, приглашаю всех в первую очередь подписаться на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкос в видосу, пишите комментарии, указывая в нем свой никнейм в игре и приходите на субботнюю катку для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше. На этот месяц Battle Pass, особый пропуск, можете забрать оттуда вполне свободно. Рандомный выбор, как это сделать, как зарегистрироваться, что для этого необходимо, все очень просто. Переходите по ссылке в описании под данным видео, смотрите короткий видео урок, как участвовать в розыгрыше на моем канале. Ну и, соответственно, всем успехов и победы. Двигается машина вполне комфортно, вполне нормально, не буду цепляться к подвижности, к маневренности, передвигается очень толково. Ехать первым куда-либо остро не рекомендую, пускайте кого-нибудь впереди себя, для того, чтобы он уже подсвечивал, чтобы он первый попадал в прицел вашим врагам. Ну и, соответственно, таким образом улучшайте свою живучесть. Искусственно, но улучшайте. Что касается точности орудия. По точности орудия, в принципе, все нормально, все окей, вот время сведения порой кажется довольно неприятным. Порой нормально. Короче говоря, как получится, все зависит от того, как ваш соперник будет себя вести. Что самое неприятное в этой машине, что, как я уже говорил, она не имеет в себе возможности принимать хоть какие-либо рикошеты. Все, что в вас отбрасывается, будет в вас залетать. Я сейчас в ВК-шку уже два раза кинул, и я реально не могу его пробить. Хотя стреляю в серое. Ну что, попытаемся товарища покрутить. Я так понимаю, что меня быстрее разберут те ребята, которые выцеливают меня сбоку. Плюс еще к нему на подмогу приехали. Короче, сейчас меня отправят, ребят, в ангар. Вот я и там. Вот такой вот он, кроме Вильбе. Как только вы попадаете куда-то в замес, вас весело и бодро начинают разбирать, где попало. Что по башням, по бортам, понятное дело. Но еще хуже то, что вас разбирают не только в нижний бронелист, но и в верхний, в планку мехвода. И что самое парадоксальное, в этот раз не попали, но абсолютно спокойно разбирают вас в лоб вашей башни. Которая, как я уже говорил, как видите, абсолютно никакого угла приведенки не имеет. Поэтому впитывает машина в себя полностью все, что в нее отбрасывают. Сейчас досмотрим этот бой и запрыгнем обязательно в следующий. Потому что данный бой, он не то чтобы не показательный, но он реально вообще ни о чем. Поэтому попытаемся еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, друзья, бой закончился. У меня результативности как таковой нет. Давайте посмотрим на результат Кромвеля B из вражеской команды. Обратите внимание, где находится Кромвель B в этой команде. Я больше чем уверен, что если за себя, допустим, там расписываться не буду по поводу того, насколько хорошо я играю. То мне что-то кажется, что вот этот игрок, он тоже, ну как бы не совсем, да, там, унылый и не совсем прям никудышный. Да, у него там 46% побед, но он наиграл 40 тысяч боев. Я думаю, что плюс-минус техникой он умеет управлять. И это говорит о чем? О том, что Кромвель B далеко не самая классная машина. Все, на что был Кромвель B вражеский способен, это просто бодро, благодаря своей подвижности, мотаться по карте и занимать точки. Во всем остальном машина себя не показала абсолютно никак. И честно говоря, лично у меня Кромвель B ассоциируется с машиной, ну крайне дискомфортной. Мне очень сильно не нравится играть на тех машинах, на которых мало того, что мне необходимо постоянно быть в напряжении по поводу того, как выжить, как не поспать в засвет, как из засвета уйти, как не получить сейчас в дыню, высунуться или не высунуться. То есть мало того, что есть вот это ощущение, так плюс к тому я еще и в принципе не могу быть полезен по каким-то своим характеристикам. У меня нет, допустим, там какой-то при этом хорошей альфы. Или у меня нет барабана. Или если бы хотя бы здесь на Кромвеле B была перезарядка, ну грубо говоря, там хотя бы в 4 секунды, я уже молчу про то, что на седьмом уровне есть FV201, который идет в комплекте сейчас вместе с Кромвелем, у которого 3,5 секунды перезарядка с такой же альфой. И это, да, пускай странно, но на седьмом уровне, но почему на шестом уровне Кромвелю B нельзя было дать приблизительно то же самое орудие? Только при этом, ребят, машина полностью картонная и ни в какое сравнение по живучести не идет с FV-шкой. Если сравнивать две этих машины, хотя машины по большому счету несравнимы, это средний танк и тяжелый танк, это седьмой уровень и шестой уровень, но так или иначе, если все-таки говорить о выборе между двумя этими машинами, то однозначно выбор должен у вас останавливаться на FV-шке, потому что на FV-шке вы действительно можете получать удовольствие от боев, вы можете быть полезны, вы можете накидывать достаточное количество урона за бой для того, чтобы быть результативным игроком в вашей команде. Кромвель B вам это всего, ну, он просто не то, что вам не предоставит, он не позволит вам реализовать все те желания, которые будут у вас. Так, давайте попытаемся чего-нибудь годного сделать, помотаемся за вот этим товарищем, попытаемся помочь его разобрать, меня уже успели критануть, просто супер. Поможем нашему Шерману, ай-яй-яй-яй-яй, оп, успел спрятаться, а ведь мог и дыню получить сейчас. Как бы вы не ромбовали, вас все равно будут пробивать, вы одно сплошное серое, вот как для меня сейчас серый пудель, вот точно так же и вы для всех абсолютно машин. В боях имеете точно такой же серый цвет. Как необходимо на нем отыгрывать? Не то, чтобы я учил кого-то играть, могу просто посоветовать. Пытайтесь играть на нем, если у вас есть игл, пытайтесь на нем играть как на игле, я имею в виду. Не пытаться ехать первым куда-то ни в коем случае, не пытаться танковать, потому что это в принципе не поможет, хотя у игла хотя бы чем-то танкануть можно. Пытайтесь отыгрывать от скорости, это первое, что я могу вам посоветовать. Второе, пытайтесь отыгрывать от плюс-минус точности. Больше в принципе машина особо ни на что не способна. Какого-то там мега зашкаливающего фана нет, вы не будете ощущать на данной машине. Я сейчас попытаюсь, думал на горку запрыгнуть, но потом понял, что тяжи сюда ехать не будут. Мне что-то показалось, что они поближе сюда будут и думал, что от горки отыграем. Крайне, крайне неудобная машина, полный сущий картон, действительно огромный плюс по подвижности, ну плюс-минус орудие. Все остальное, но ни о чем, серьезно. И машина, да простят меня те, кто ее любят, не стоит 3,5 тысячи, ну уж однозначно. Доберем, не доберем, попытаюсь даже ускориться. Фарм нам все равно не видать. Ну вот как-то вот такими вот потугами и стараниями, два фрага. Но благо был хороший помощник Шерман, который неплохо помог. Да и я в принципе сейчас под конец боя запрыгнул в тыл к соперникам. Их осталось меньше, чем нас. В меньшинстве они начали там немножко сдавать позиции, но соответственно мне это позволило плюс-минус какого-то урона набросать. При этом всем, ребят, что касается фарма, я использовал, по-моему, использовал голдовые снаряды. Сейчас посмотрим. Сейчас глянем, секундочку. Нет, пополнение снаряжения, амуниции, голдовые снаряды не использовал, что-то меня переклинило. Ну вот, короче говоря, вот так вот. С учетом всех затрат я получаю 39 тысяч чистоганом. Много или мало решать вам. Мне все-таки кажется, что это далеко не фармищая машина. Хотя в целом лучше, чем вообще ничего. Что касается результативности по команде, то я здесь умудрился занять первое место, ребят. Но это только благодаря тому, что он смог закинуться со своей подвижностью в тыл и там накидать по фвшке дополнительно несколько тычек. Если бы не этот факт, я думаю, что я занимал бы где-то приблизительно третье место в команде. Ну так, в лучшем случае, скорее всего, может даже и четвертое. Вот такой вот он кроме Вильбе. 3,5 тысячи однозначно не стоит. Может быть, кому-то, конечно, и зайдет. Плюсы у машины, безусловно, есть. Как я и сказал, это подвижность, это довольно неплохое по точности орудие. Что касается урона, то для 6 уровня абсолютно ничего удивительного нет. Если вы зайдете, допустим, в того же самого Сентинела и посмотрите его характеристики, то здесь вы видите тоже 160 единиц урона. И многие другие машины на уровне обладают плюс-минус вот таким вот уроном. Тот же самый Шерман Лозы. Если зайдете в технические характеристики в орудии, увидите опять-таки 160 единиц альфы. Короче говоря, альфа, в принципе, я бы не сказал, что отличается от кого-то другого. Ей бы живучести добавить и хоть какой-нибудь бронин. Тогда было бы окей. Тогда можно было бы отыгрывать. Ну, по крайней мере, забронируйте хотя бы вот лоб башни. Все остальное оставьте картоном, чтобы на ней хотя бы от неровностей можно было хоть как-то отыгрывать. А так ты постоянно думаешь только о том, как бы тебе побыстрее бы свилять. Ну, или как тебе не попасть кому-нибудь под раздачу. А под раздачу на данной машине лучше не попадать. Вот такое вот честное мнение по поводу кромвеля B. Покупать или не покупать, как обычно, выбор, безусловно, за вами. Но если вы хотите все-таки сделать грамотный, правильный выбор, и у вас нет желания, возможности или необходимости приобретать себе набор за 7000, то поверьте мне на слово, лучше доложите 500 голды и возьмите себе FV-201. 500 золота, по большому счету, это всего лишь 10 дней просмотра рекламных роликов, за которые вам будут давать по 50 голды в день. И поверьте мне, гораздо более выгодной покупкой будет именно FV-шка, если выбирать между двумя этими танками. А на данный момент у меня все, подписывайтесь на канал, приходите на стримы, я всегда вам рад. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.